МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Беларусь и Калужская область. Новые перспективы сотрудничества. Визит делегации этого российского региона в нашу страну продолжается. На сегодня запланирован ряд официальных встреч. Как ожидается, итогом переговоров станет подписание целого пакета документов. В рамках визита гости знакомятся с производственной, научно-технической и социальной сферой нашей страны. Посещают крупнейшие предприятия, строящиеся жилые микрорайоны, спортивные объекты и медучреждения. Не остаются без внимания и творческие проекты. Весьма символично, что в Минске сейчас проходят Дни культуры Калужской области. Своё мастерство на белорусских подмостках уже показали артисты Калужского областного драмтеатра. Свою сцену на время гастролей они выступили нашему музыкальному театру. Его выступления в Калуге начнутся сегодня. Весенний призыв. В мае нынешнего года на срочную службу отправятся почти 10 тысяч новобранцев. Ещё примерно около тысячи юношей будут служить в резерве. Стоит отметить, что количество призывников в Беларуси сейчас немного снизилось. И на то есть объективные причины. Одна из них – демографическая ситуация. Такое развитие событий специалисты спрогнозировали заранее. Ещё летом 2010 года в закон о воинской службе были внесены необходимые изменения. В частности, была отменена отсрочка от призыва учащимся средних, специальных и студентам высших учебных заведений. Что касается резервистов, то такой вид службы стал особенностью нынешней весенней кампании. Ранее весной в резерв новобранцев не призывали. Автомагистрали Беларуси в преддверии чемпионата мира по хоккею сдадут экзамен. Специальная межведомственная группа оценит их состояние, а также проверит придорожный сервис от Минска до границ республики. Мониторинг продлится до середины апреля. За это время специалисты детально изучат ситуацию, чтобы ещё до начала первенства успеть устранить недочёты. Между тем, в Минске к чемпионату мира по хоккею значительно увеличат сеть парковочных мест. Особое внимание территориям, прилегающих к спортивным объектам в Минск-арене и Чужок-арене. Копию императорской короны Российской империи покажут сегодня в Минске. Одно из самых дорогих ювелирных изделий в мире будет выставлено в Национальном художественном музее Беларуси по 21 апреля. Эта реплика также известна как Большая императорская корона Российской империи. Ею короновались все правители России, начиная с Екатерины Второй Великой. В настоящее время подлинник находится в составе постоянной экспозиции в сокровищнице Алмазного фонда России. Для изготовления короны мастера использовали около 5000 бриллиантов общим весом почти 3000 карат. Заборные выставки становятся популярными в столице. Так, на размещении экспозиции на ограде парка имени Челюскинцев уже поступило пять заявок. Планируется, что в мае здесь пройдет презентация проекта «Спадше на Беларуси». На парковой ограде будут экспонироваться фотоработы. В планах открыть заборную выставку и на ограде детского парка имени Горького. Ее приурочат к Международному дню защиты детей, который празднуют 1 июня. Напомню, первый подобный художественный опыт состоялся в Минске в 2012 году. Тогда на ограде парка Челюскинцев были представлены репродукции работ белорусских художников. А годом позже там же демонстрировался проект «Ожившие картины». И последнее о погоде. В конце выходных в Беларусь вернется долгожданное тепло. Уже в воскресенье днем к нам начнет поступать более теплый воздух с территории Западной Европы. Благодаря этому столбик термометра местами поднимется до плюс 19. И пока же Беларусь будет оставаться во власти прохладных антициклонов. Сегодня синоптики обещают небольшие кратковременные осадки, мокрый снег и дождь. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 10 градусов выше 0. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефону «Горячей линии», а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30. Субтитры создавал DimaTorzok